Это итоговая программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о самых ярких событиях этой недели. Начнем. На днях на Алтайский край обрушилась волна сообщений о готовящихся терактах в торговых центрах города. В связи с этим в магазинах усилили меры безопасности, а людей призвали не поддаваться панике. Об этом сообщил глава регионального МВД по краю Андрей Подолян. По его словам, понятно, откуда эти сообщения исходят и на каждое ведомство реагируют. И при этом нельзя заранее говорить о том, что на этот раз информация будет ложной. Всю эту неделю страна переживала и до сих пор переживает из-за чудовищного теракта в Крокус-Сити-Холле. В Барнауле на мемориале славы зажгли 700 свечей в памяти погибших. Так краевая столица на днях присоединилась к всероссийской акции «Журавли». Подробнее расскажет моя коллега Валентина Аскерова. 700 свечей у мемориала славы сотни жителей города. Под песню «Журавли» Муслима Магомаева выкладывают фразу «Барнаул скорбит» и фигурку летящего журавля. Журавли, олицетворяющие погибших в Великую Отечественную войну солдат, стали символом людей, погибших от рук террористов в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Эти три дня, которые сейчас все мы переживаем, они тронули нас так, будто там погиб кто-то очень близкий человек. Такого просто быть не может, такого быть не должно. И сейчас очень важно, что люди в этом горе объединились. Страшнее всего, когда гибнут дети, потому что мы оба учителя, поэтому мы это прекрасно понимаем. Когда сегодня дочь пришла с института и сказала, что такая акция, первым делом позвонила Ольге Михайловне, она сказала, что мы должны быть здесь. Радует, что молодежь вокруг. Но смотреть эти кадры просто невозможно. И до сих пор включаешь и боишься, что еще будут погибшие. Напомним, вечером 22 марта в Крокус-Сити-Холл ворвались вооруженные люди. Они открыли огонь по охране, зрителям и подожгли здание. Число жертв увеличивается с каждым днем. К этому моменту уже 139. Чудовищная расправа потрясла всю страну. Алтайский край не остался в стороне. Очень сложно говорить. Мы сочувствуем и сопереживаем всем семьям пострадавших, всем, кто погиб. Очень было тяжело смотреть новости на основную ленту. Мы сопереживаем всем родным и близким, те, кто там был. И тогда даже те, кто выжил, они все равно получили огромную травму. И мы здесь, чтобы показать, что мы за них сопереживаем. Желаем скорейшего выздоровления всем, кто был ранен. Акция «Журавли» проходит по всем городам России. Ее поддерживают десятки тысяч россиян. Люди размещают бумажных птиц на окнах, силуэты журавлей устанавливают в соцсетях, несут бесконечное море гвозди к мемориалам и зажигают памятные свечи. Валентина Аскерова, Михаил Филиппов. День с толком. И к другой тревожной новости. Михайловский, Табунский, Романовский, Завьяловский районы в воде. В Алтайском крае продолжается потопление жилых домов. На нашу редакцию на этой неделе обрушился шквал звонков. Многие оказались в патовой ситуации. Валентина Аскерова выясняла, какую помощь оказывают пострадавшим от паводка и дойдет ли дело до эвакуации жителей. Она была за ночь ушла, сейчас поднимается. Вот все занято, никому дело нет. Это кадры из Табунского района. Талая вода прибывает стремительно и уже зашла в дома. Подтопила комнаты, намокли вещи. Придомовая территория ушла под воду, люди вообще не могут выйти. Поступает информация о том, что у подтопленцев отключили питьевую воду. Все, летняя кухня, все залито. Ой, я вообще не знаю. Ой, это кошмар. Как существовать? Все плавает, вон плавает линобиум. Все утонуло. Как быть, как быть. А это эпичные кадры из села Михайловское. Талая вода зашла в дом к 72-летней бабушке еще в среду. С тех пор вода только прибывает. Сейчас уровень в доме местами достигает отметки в 30 сантиметров. Женщина неоднократно звонила на номер 112. Но, по словам пенсионерки, спасатели приехали только сегодня. Никто ничего не делает. Приехали, посмотрели, сказали, мы откачаем. Сейчас ссылается, что вода прибывает, откачивать ничего не будем. Все, холодильники, стиралка, все крякнет вообще. Мы связались с краевым МЧС. Там пояснили, что к бабушке неоднократно приезжали спасатели. Однако, по их словам, откачивать воду в доме бесполезно. Она постоянно прибывает. Дом расположен рядом с основным руслом канала, где проходит талая вода. Нужно отсыпать вопрос уже к местным властям. Мостик и русло были подготовлены и расчищены еще осенью. Сейчас невозможно углубить русло. Там большой объем воды. Если вскрыть дорогу по Карла Маркса, это не только парализует транспортное сообщение, но и вода затопит более 20 ниже расположенных домов. Спасатели предложили пожилой женщине эвакуацию из мест подтоплений. Однако, на данный момент от помощи пенсионерка отказалась. Завьяловский район. На кадрах видно, как талые воды размыли дорогу. Сложная обстановка и в Романовском районе. 28 марта. Село Гелевло. Большая вода обрушилась и на окрестностях Славгорода. Так, в селе Пригородная вода затопила придомовую территорию и зашла в дома. Это мой двор. В социальных сетях люди сообщают о многочисленных подтоплениях в самом Славгороде, а также в Благовещенском районе. Подтопленцы просят помощи у властей. Известно, что паводковая обстановка на особом контроле региональных властей. Заходим в дом. Вот смотрите. Люди с ночи стоят на улице. Вы видите? Валентина Аскерова. День с толком. В Барнауле дорожники совместно с сотрудниками МЧС на этой неделе устранили последствия паводка на выезде из города. Речь идет об участке дороги, расположенной на улице 8 марта. Сколько часов высыхала речка и стал их вод, и с какими трудностями пришлось столкнуться водителям и пешеходам, узнавала наша съемочная группа. Данный участок дороги расположен на улице 8 марта в районе 8 и 10 дома. По словам местных жителей, здесь ежегодно разливается огромная лужа. Люди вынуждены ходить по тротуару в резиновых сапогах и спасать свои дома от подтопления. Сегодняшнее утро, в отличие от вчерашнего, жители улицы 8 марта называют добрым. Накануне люди обратились за помощью, и вот уже коммунальщики с помощью спецтехники высушили целую реку. На улице 8 марта отсутствует сеть лидерной канализации, и поэтому мешки с песком МЧС вкладывали, чтобы не потапливали частные дома, тротуар. То есть здесь более 150 мешков выложено. Также производится здесь откачка воды. На месте работает бригада, каналопромывочная машина, ассенсаторские машины, фронтальный погрузчик. По словам местных жителей и автомобилистов, данный участок проезжей части уж очень нуждается в ливневках, которых здесь нет. Часто, всегда. Сколько здесь живу, всю жизнь топят. А сколько здесь живете? 35 уже. Я сегодня вынужден был вытащить колесо сюда на дорогу, чтобы у меня в ограду заливается вода. Негодует местный житель Виктор Ефремов. Талые воды просочились не только в ограду, но и в колодец. Расположены рядом с домом. В этом колодце находится моя питьевая вода. Посмотрите, пожалуйста. Салая вода, забилая. Сегодня утром открывал, был полный. Сейчас вот маленько ушла. Наверное, потому что начали откачивать. Кстати, затопленный участок на выезде из Барнаула высох спустя три часа работы коммунальщиков. Скажите, сколько вот таких машин уже уехало? Ну, вот это шесть кубов, уже девятая машина пошла. Маленькая тоже, уже рейсов восемь сделали. И большой, двенадцатикубовый, тот уже рейсов семь тоже. Автомобилисты больше не притормаживают, местные жители немного выдохнули до следующего потопа. По их словам, особенно сильно на этом участке скапливается вода в межсезонье и после дождей. Ну, а наша съемочная группа решила узнать у барнаульцев, где еще в городе можно столкнуться с проблемными участками дорог. Вчера я ехала по Фурманово, ужасно. Хотя я передвигаюсь в основном в центре. Но в центре все печально. Ленина весь в колодцах. Например, Ядренцево, молодежная. То есть, тот перекресток, там невозможно проезжать. Нужно немножко срезать, чтобы не попасть в расщелину огромную. Расставил снег, растаяли дороги. Как часто попадаете в кочки, в ямы, которые скрыты как раз-таки под лужами? И насколько вообще больно вам за машину? Ну, конечно, неприятно. Да, я везде езжу. Я даже вам не скажу, в какой участок именно. Но у дороги плачанная сейчас. К слову, в ближайшие дни в краевой столице ожидается потепление. На дорожной карте могут появиться новые потопы. А это значит, работа у дорожников прибавится. Мария Костолева, Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. А тем временем в Алтайском крае уже зафиксировали первый пал травы. Сухостой загорелся в Валейском районе в километре от поселка Завета Ильича. По данным МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Спасатели напоминают жителям, а сейчас они усилили профилактическую работу. Если есть необходимость сжечь сухую траву на большой территории, то сделать это можно лишь по согласованию с подразделением пожарной охраны и другими контролирующими органами. Кстати, а в Бийске уже зарегистрирован первый в этом году укус клеща. Пострадавшему оказана помощь в травмпункте. Клещ укусил ребенка в районе садоводства Прибрежное. Медики кровососущего достали и поставили пациенту вакцину. Врачи и эпидемиологи призывают жителей края быть осторожными. После посещения леса и садоводства осматривать одежду и тело, использовать репелленты и одеваться таким образом, чтобы клещ не смог присосаться. Также все еще есть возможность поставить прививку от клещевого энцефалита, который может стать следствием укуса, или как минимум оформить страховку. Странный вкус и мутный цвет. Жители Барнаула последнюю неделю жалуются на воду из-под крана. Специалисты из водоканала это подтверждают, но тревогу бить не стоит. Такая ситуация с водой в марте повторяется из года в год. Так в чем причина мутной воды и можно ли сейчас пить воду из-под крана, выяснял Дмитрий Дроздов. Каждый год в марте месяце вода в наших кранах меняет вкус и цвет. Это связано с паводковым периодом. Талые воды с полей попадают в реки, тем самым опь становится не такой чистой, как зимой. Использование объемов специальных реагентов, периодичность лабораторных исследований увеличивается кратно по отношению к другим периодам года. Но вы можете не беспокоиться. Все реагенты, которые используются даже в увеличенных дозах, они в нормативе. В лаборатории подтверждают, мутность воды увеличилась значительно. Ее очищают с помощью отстаивания, фильтрации и добавления флакулянта. Но изменилась не только мутность, но и цвет воды. Она приобрела желтоватый оттенок. По шкале цветности вода безопасна в пределах от нуля до 20 градусов. На сегодняшний день вода у нас выглядит ручная, вот так, подо льдом. Если зимой она абсолютно прозрачная, ее не отличишь от питьевой, то сейчас это вот такая вода. Три недели в году вода у потребителя может поменять свои свойства. Но она не стала от этого какой-то там плохой или непригодной для питья, просто она стала другая. Она стала немного другого цвета, немного другого запаха. Зимой из-под крана Парнаульцев бежит вода в 3 градуса цветности. Сейчас она в пределах 6-7. Чтобы избавиться от вредных бактерий, используют больше хлора. Поэтому и запах воды из-под крана тоже меняется. При этом даже немного желтоватая абсолютно безопасно, утверждают сотрудники лаборатории. Как с точки зрения химического состава, так и микробиологического. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Еще на один час меньше алтайские депутаты предлагают сократить время продажи алкоголя в наливайках до 10 вечера. Ранее в рамках будущего законопроекта ограничения планировали вводить до 11 вечера. С чем связано такое решение и согласно ли с ним бизнес-сообщество, выяснял Данил Кузнецов. Обсуждение нового закона о наливайках продолжается. В этот раз власть ведет диалог с бизнес-сообществом. Напомним, проект позволит ограничить время и место продажи пивной продукции в общепите. Не попадут под временные рамки только рестораны и, скорее всего, кафе. Кстати, сейчас на повестке главный вопрос касается периода реализации спиртных напитков в наливайках. Не так давно его предложили уменьшить на час. Ограничение по времени работы общепита в многоквартирно-жилых домах, кроме кафе и ресторанов, до 22 часов. Это коррелируется с нашим законом о тишине, потому что у нас 22 часа. Это было как раз пожелание членов рабочей группы. Кроме того, эта мера подтолкнет наливайки к переходу в категорию магазинов, поскольку для них депутаты АКЗС хотят продлить время продажи спиртного до 11 вечера. Переквалификация поможет легализовать больший объем пивной продукции. С этим в Крае проблемы. С 2012 года количество лицензий на продажу алкоголя уменьшилось на 64%. Сегодня в Крае действует 4,5 тысячи лицензированных магазинов. Мы посмотрели, что 793 из этой категории, в том числе это предприятия общественного питания. Доля предприятия общественного питания в общем количестве всех лицензируемых объектов составляет всего лишь 15%. С другой стороны, переквалификация общепитовых наливаек на магазинную торговлю незначительно, но сократит доходы бизнеса. Как минимум из-за акцизов, которые есть для лицензируемой продукции. Поэтому для предпринимателей этот один час тоже важен. Хотелось бы до 23, чтобы было бы всем спокойно, и чтобы все спокойно могли зарабатывать и предоставлять нормальные услуги. А основная выручка у вас идет от скольки до скольки? Основная выручка идет после 18 часов и как раз вот где-то до 23, когда люди как раз успокаиваются, идут спокойно спать после работы. Рассматривать комплексный проект о наливайках и времени розничной продажи алкоголя будут в АКЗ, скорее всего, в апреле. Максимум в мае. Если депутаты дадут зеленый свет, закон вступит в силу предположительно 1 сентября. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Новые льготы для многодетных семей появятся в Алтайском крае уже в апреле. Пакет законов социальной ориентированности на этой неделе утвердили в стенах АКЗС. Также на повестке сессии было изменение бюджета края. Какие недовольства выражали депутаты по двум этим темам, смотрите в сюжете Данила Кузнецова. На основе новых конституционных принципов в 1994 году начало работу Алтайское краевое законодательное собрание. В этом году парламентаризму на Алтае исполнилось 30 лет. И, конечно, за такой промежуток времени многое изменилось. Во-первых, срок полномочий продлили с 4 до 5 лет. Во-вторых, количество фракций выросло с 1 до 5. В-третьих, увеличилось число принимаемых законов. За первый созыв их появилось лишь 62. Однако именно тогда утвердили устав Алтайского края. Документ определял полномочия и порядок деятельности органов власти региона. В честь круглой даты в стенах ЗАГС собрания прошли награждения. Праздник праздником, а работа по расписанию. На этой сессии основной пласт вопросов коснулся больших семей. Их число официально увеличится примерно на 10% благодаря новому определению многодетности. Это там, где воспитываются 3, 3 и более детей до 18 лет или до 23 лет, те, кто обучается в очной форме. Каждому там исполняется. И вот дошли они третьему ребенку, но остается двое, тогда она теряет у нас льготы. А так все будут льготы предоставляться. Да, льготы будут предоставляться не только нуждающимся. К тому же их список расширился. Теперь всем многодетным семьям дополнительно будет скидка 30% на услуги ЖКХ. Школьники получат бесплатный проезд на общественном транспорте в течение учебного года. А семьи из других регионов освободят от курортного сбора в Белокурихе. Вот эти 50 рублей курортного сбора многодетные семьи будут освобождены от уплаты. Там 50 рублей за каждый день. Но повторюсь, что это многодетные семьи из других регионов, потому что наши многодетные семьи, они и так освобождены, как и все жители Алтайского края, от уплаты курортного сбора в городе Белокурихе. Однако с ольготами все оказалось не так просто. Проблема возникла с бесплатным проездом на общественном транспорте, поскольку в законе указано, что органы местного управления лишь вправе ее предоставлять. Следовательно, возникает вопрос о двойном толковании нормы. Поэтому законом заинтересовалась прокуратура. Вопрос в том, что не возникли на практике ситуации, когда дети из многодетных семей в результате нашей дискуссии с прокуратурой вообще не останутся без этой мероподдержки. Споры были и по поводу другого важного события – изменений в бюджет региона. Расходы на этот и следующий год увеличатся более чем на 18 миллиардов рублей. Некоторые фракции хотели внести свои поправки в законопроект, но из-за технических особенностей не смогли. Но сейчас мы с вами не проголосовать, не обсудить, не принять решение по нашей поправке не можем. Соответственно, у меня есть вопрос, насколько правильно, что мы обсуждаем сейчас сразу в двух чтениях. Тем не менее, изменения единогласно поддержали. Деньги преимущественно пойдут на оплату труда работников в бюджетной сферы. На льготы многодетным семьям, мат-помощь отдельным категориям граждан, ремонты соцобъектов и дорожное хозяйство. В итоге дефицит средств в казне в 2024 составит почти 30 миллиардов рублей. За счет чего эти 30 миллиардов мы будем оплачивать, если все расходы нужно будет произвести. Те остатки, которые у нас остались на счетах с прошлого года, вот мы их подсчитали раз. Правительство Российской Федерации продолжает поддерживать регионы и продолжаются наши длительные меры поддержки, связанные с предоставлением кредитных ресурсов. Условия, на которых эти деньги займут у федерального правительства, достаточно мягкие. Кредит на 15 лет под 3% годовых. Такие меры позволят Алтайскому краю неспешно отдавать долг в ближайшие годы. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. В честь 30-летия Алтайского краевого законодательного собрания мы пообщались с губернатором Виктором Томенко о том, насколько эффективно выстроена его работа с парламентом региона. Начиная с 2018 года, хочу сказать, что все ключевые, важные, сложные иногда вопросы, где требуются именно политические решения, можем пойти так, можем пойти так. И тут появляется политический выбор. Если ты выбираешь одно из множества вариантов, все остальные варианты убираются. В этом сложность политического выбора. И поэтому нужна не одна голова, а представительный орган, который бы представлял интересы разных групп, разных представителей, избирателей наших, жителей Алтайского края и так дальше. Значит, все важные решения были приняты, все ненужные решения и плохие инициативы были отклонены. Поэтому считаю, что мы очень конструктивно здесь работаем во взаимопонимании. Мы должны, конечно, заботиться о том, чтобы репутация, авторитет и престиж этого органа власти, он был на высоком уровне. Я на это обращаю внимание. Недаром я сделал несколько шагов уже в свою бытность губернаторам, чтобы немного полномочия законодательного собрания увеличить и кое-какие полномочия передать на уровень представительной власти. В частности, согласование на должности некоторых членов правительства, взаимодействие по приватизационному плану и целый ряд еще таких моментов, связанных с тем, что мы должны сверить наши позиции и вместе верить ответственность за принимаемые решения. Поэтому наших парламентариев еще раз с юбилеем. В Алтайском крае хотят ввести ограничения для владельцев самокатов, гироскутеров и велосипедов. Возможные изменения затронут всех участников движения, использующих средства индивидуальной мобильности. Подобная инициатива возникла прежде всего из-за высокого травматизма. За последний год, по официальным данным, в регионе пострадало 30 человек. Это и сами владельцы самокатов и велосипедов, и те, кто пострадал из-за таких гонщиков. Предложение по изменению ПДД затрагивает прежде всего скоростной режим. Не более 25 км в час при движении по обочине и проезжей части. Также будут необходимы светоотражающие элементы и шлемы. В парках и скверах ограничения еще жестче. Не более 8 км в час. Еще одна новость этой недели. Билеты на общественный транспорт, возможно, скоро подорожают. Барнаульские перевозчики предлагают повысить стоимость проезда на регулируемых маршрутах. С чем связана такая мера и как к такой новости относятся горожане, узнавала наша съемочная группа. Чистые, аккуратные, но пустые. Автобусы простаивают, а все потому, что нет водителей. Обладают подвижным составом, но на линии не могут выпустить. Так, например, сегодня из 16 автобусов 57-го городского маршрута людей доставляют лишь 10. Вот, например, на 57-й нам нужно было уехать. Мы очень долго, минут, наверное, 20 стояли. Напомним, часть маршрутов в краевой столице с так называемыми нерегулируемыми тарифами. Стоимость проезда в транспорте устанавливает сам перевозчик. И с начала года это 35 рублей. А вот регулируемые маршруты по-прежнему стоят также 30 рублей за поездку. Перевозчики объясняют, одна из вынужденных причин уравнять стоимость проезда с маршрутчиками – острый дефицит водителей. Это тоже обусловлено нехваткой водительского состава, к чему мы и ведем, чтобы при поднятии проезда, соответственно, мы можем где-то и приподнять заработную плату водителю. Некоторые перевозчики в нашем городе уже подняли тариф на проезд. Ну и, соответственно, мы тоже планируем это сделать и, соответственно, улучшить качество обслуживания. В свою очередь перевозчики отмечают, что за год выросли цены на запчасти, подорожали шины и топливо. Как итог, затраты на обслуживание транспорта и поддержание его в надлежащем состоянии значительно выросли. Увеличилась цена на горюче-смазанные, наноточные материалы, на дизельное топливо. На дизельное топливо очень сильно цена возросла, порядка 20% в 2023 году. Запасные части тоже очень дорогие, 30%, а на некоторые позиции даже 35% повышение произошло. По словам самих перевозчиков, на сегодняшний день на линию не выходит примерно 30-40% подвижного состава. Поэтому нередко пассажирам приходится сталкиваться с долгим ожиданием транспорта. Мы решили спросить у барнаульцев, долго ли приходится ждать и готовы ли они платить больше ради своего комфорта и времени. Если действительно нормально ходить, ходить будет транспорт, то да, возможно повышение. Но если он будет ходить исправно, то не жалко будет и заплатить. Я на это спокойно всегда реагирую, что если цены поднимутся, то хорошо. Есть что, тем более, что если они будут ходить, прям как в числе, то да, только за. Нормально. Ну, чтобы этот комфорт опадал, садигание. При этом даже при повышении тарифа поездка по проездному билету все еще будет выгоднее для пассажиров. По нашим данным, стоимость проезда на регулируемых маршрутах может подняться в ближайшие месяцы. Перевозчики уже подали в мэрию соответствующие документы, которые рассмотрит городской совет по ценообразованию. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком. Зимовка закончилась трагедией. На Алтае несколько лебедей погибло от пищевого отравления. Жители бийского поселка Молодежно обнаружили трех птиц. Их тела отправили на экспертизу. И вот на днях стало известно, что в желудках лебедей нашли полиэтиленовые пакеты, пробки и прочий мусор. Сообщается, что на набережной, где зимовали птицы, есть урны для мусора. Однако некоторые гости, которые приезжают посмотреть на лебедей, это игнорируют, что и приводит к таким трагедиям. В настоящее время зимовка у лебедей на Бии закончилась. И к другой теме. Отчаянно ходят по судам. Республика Алтай приняла закон об эвтаназии бездомных животных. Напомним, данная мера позволяет усыплять бродяг через 11 дней после отлова. Как местные зоозащитники хотят оспорить приняты законы, стоит ли ожидать подобных мер в нашем регионе, расскажем в следующем сюжете. Закон об эвтаназии бездомных животных начал действовать в республике в декабре прошлого года. Однако до сих пор с этим могут смириться не все. Общественники бьют тревогу. Они считают, что есть более лояльные способы решить проблему бродячих четвероногих. В исковых заявлениях люди просят местный Верховный суд изменить карательную меру для бродяг на более гуманную. А ведь подобный закон могут принять и в Алтайском крае. Объективно пытались разобраться в ряде понятий, принятых законом. Пытались разобраться, противоречить или нет федеральному законодательству. Сюда были вопросы. Плодотворное заседание. Мы уточнили исковые требования, приобщили ряд доказательств. Со стороны ответчиков также поступили возражения. Но по большому счету это заседание промежуточное. По словам одной зоозащитниц, городские власти уже начали приводить закон в действие. Местный приют хотели сделать пунктом временного содержания. Но когда начались судебные процессы, все вернули на круги своя. Напомним, приют носит название «Джульбарс» в честь собаки-героя времен Великой Отечественной. Вот пункт временного содержания. Поменяли вывеску. Приют «Джульбарс» сняли вывеску «Джульбарс». В борьбе за право на жизнь бездомных животных люди готовы идти до последнего. Если решение суда первой инстанции покажется зоозащитникам негуманным, дойдут до Верховного. Будем обжаловать это решение дальше и дальше будем спасать животных как можно больше всеми силами. К слову, правозащитники в свою очередь уверяют, что во многих регионах страны есть положительный опыт решения проблемы бездомных животных. Например, в республике Татарстан уже третий год четвероногие и вовсе не враги. Помимо проведения программы ОСВВ, стали выполнять массу мероприятий просветительского характера. Было тесное взаимодействие с зоозащитным сообществом, выставки раздачи, годные стерилизации, вузы, школы. Все люди были в это вовлечены. Сейчас вообще в Казани, можно так сказать, бум на собак. Многие берут питомцев себе и проблемы с покусами там нет абсолютно никакой. К слову, неравнодушные барнаульцы тоже встревожены. Не так давно зоозащитники направили коллективное письмо губернатору региона с просьбой не допустить массовых убийств четвероногих бродяг. Софья Куликова руководит местным приютом уже более 22 лет. Женщина уверена, к хвостатым нужен совершенно другой подход. Многолетняя практика уничтожения животных доказала, что это не решает никак проблему. Ну то есть, пока мы убираем вот это следствие, причина все еще остается и, соответственно, поступает все новое и новое. Это просто бесконечное убийство. Оно никак не решает ни проблем нападений, укусов и всего на свете. В свою очередь, зоозащитники Республики Алтай направили запрос в местный комитет ветеринарий с госветинспекцией. Люди просят сообщить им количество животных, которые уже подверглись эвтаназии. Следующее судебное заседание по делу о судьбе четвероногих предварительно назначено на начало апреля. Здание детского сада «Хэппи Бэби», где издевались над детьми, конфисковали в доход государства. Такое решение на этой неделе вынес Краевой суд. Там рассмотрели апелляционную жалобу прокуратуры и потерпевших по делу о легализации имущества, заведомо добытого преступным путем и хищении. Напомним, суд первой инстанции признал экс-заведующую детским садом «Хэппи Бэби» Елену Воротникову виновный по трем составам преступления – легализации имущества, заведомо добытого преступным путем хищения, введение деятельности через подставное лицо. Подсудимую Центральный районный суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно. Потерпевшие прокуратура с приговором не согласились, вышли в апелляцию. Состав судей на этой неделе, рассматривая апелляционную жалобу, скорректировал приговор. Воротникову приговорили уже не к 3,5, а к 4,5 годам условно. Суд также удовлетворил требования гособвинителя – изъял здание детского сада, где истязали детей, в доход государства. Сторона потерпевших уверена, что Воротникова в Кассации попробует отстоять скандальное помещение на Приречной площадью в более чем 400 квадратных метров. Ведь его стоимость, по предварительным оценкам потерпевших, на сегодняшний день превышает 70 миллионов рублей. Известно, что потерпевшие и прокуратура продолжат в Кассационном суде Кемерово добиваться реального срока для Елены Воротниковой. И к другой новости, наконец-то более позитивной. Уже в этом году молодые пары Барнаула смогут зарегистрировать брак в музее. Место для регистрации весьма необычное. Своё здание, а также территорию для торжества готов предоставить Музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая. Причем зарегистрироваться там можно будет как летом, так и зимой. Главное – заранее согласовать дату проведения торжества с музеем и обратиться в ЗАГС с заявлением. На место приедет сотрудник, проведет выездную регистрацию и вручит свидетельство. Оговорена даже стоимость услуги. Она составит 1400 рублей. Есть вероятность, что в Барнауле скоро откроются и другие площадки для выездных регистраций. Пока их согласовывают. Что ж, такой была эта неделя. Я напоминаю, что телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи в эфире. Увидимся на следующей неделе. Продолжение следует.